Доброе утро, уважаемые участники форума. Рад вас приветствовать на нашей необычной сессии, которая посвящена игреговой стратегии. Я попрошу сейчас запустить ролик, который мы подготовили специально для вас, чтобы вы посмотрели немножко про игру и про то, как она связана с мышлением и с бизнесом. Древний Китай. Четвертый век до нашей эры. Царство беспрерывно воевали друг с другом более 700 лет. Правители царств искали модель устойчивого развития, чтобы остановить разрушительные войны. Военачальник Сунь Цзы пишет трактат искусства войны, где утверждает, что стратегия учит избегать прямых конфликтов. Высшее искусство победить, не обнажая меча. Идеи Сунь Цзы повторяют философию древней игры императоров Го. Царство Цинь было самым слабым из семи царств. Если бы сильный всегда побеждал слабого, стратегия была бы не нужна. Игра Го учит, как слабый может победить даже того, кто сильнее тебя в 10 раз. Правители Цинь применили стратегию Го и впервые в истории объединили Китай в единое государство. Философия Го показывает новую модель развития, где победа достигается за счет партнерства, а не разрушительной конкуренции. Стратегия в стиле Го не целится в единственную цель – огнаться за несколькими зайцами одновременно. Великий северный поход Мао Цзэдуна превратил локальное поражение коммунистов на юге Китая в глобальную победу через 10 лет. Стратегия Го помогла Мао Цзэдуну найти ключевую позицию, которая обеспечила превосходство в долгосрочной перспективе. В 1949 году была учреждена Китайская Народная Республика. Игра Го не только философия стратегии, но и главная игра на бизнес мышления в Азии. Многие компании используют стратегию Мао Цзэдуна для развития бизнеса и поиска нестандартных бизнес-ходов. В середине 90-х годов компания JL развивала сеть отелей Нитка в США. Топ-менеджмент JL разработал стратегию больших доходов по принципам Го на новом для себя рынке. Гибкое позиционирование отелей в ключевых городах США позволило Нитка выигрывать в конкурентной борьбе с международными сетями. Философия Го помогла компания Fujifilm трансформировать стратегию бизнеса и победить в конкурентной борьбе фирму Кодек, которая была намного сильнее. Обе компании играли в углу фотоаппаратов. Негибкая стратегия Кодек защиты рынка привела к потере территории и банкротству. Игра Го учит не определяйся без необходимости. Компания Fujifilm разработала стратегию развития сразу в нескольких направлениях одновременно, внимательно анализируя поведение потребителей и развитие технологий. Это позволило компания использовать черный лебедь цифровой фотографии как трамплин для прыжка. Го – это игра, которая учит мыслить партнерством, а не конкуренцией и добиваться взаимной выгоды в каждом совместном проекте. Поэтому Го становится языком делового общения мировой элиты. Сегодня после нашей пленарной дискуссии, после сессии, для всех желающих мы также организуем мастер-класс ПАГО. Поэтому те, кто хотят познакомиться с этой игрой, могут остаться и поиграть. Прежде чем я передам слово нашим уважаемым спикерам, я хочу сделать короткую презентацию о нашей теме сегодняшней. Включите, пожалуйста, презентацию. Тема, которую я выбрал для нашей встречи – это преобразующие стратегии. И это очень связано с игрой гостью, ее философией, потому что тот кризис, который мы сегодня переживаем, на мой взгляд, это кризис больших историй. Это история глобализма, история технологического оптимизма, большая история рыночного мышления. Люди начинают осознавать, что глобализм часто воспринимается как угроза для благополучия. Технологический прогресс иногда ведет не к росту благосостояния и безопасности, а наоборот, к уменьшению этих параметров. А рыночное мышление, основанное исключительно на балансе выгод и издержек, не учитывает очень важные вопросы этики и приводит к разрушению. И нам для того, чтобы из этого кризиса выйти, нужно находить новые большие истории, которые бы двигали наше общество вперед. В игре Go мы описываем стратегии с помощью такого необычного перекрестка из шести направлений. В горизонте вы видите четыре стрелочки, которые обозначают четыре возможных сценария. Это иллюстрация тех опционов, тех возможностей, которые у нас есть всегда, когда мы делаем стратегический выбор. Но часто мы выпускаем очень важную часть перекрестка — это вертикаль. В ГОМ ее называем небо и земля. И стратег стремится к тому, чтобы свои действия вытягивать к небу, то есть двигаться против инерции. Если же ты движешься по инерции, по течению, то сама жизнь тебя обрушивает на землю. С точки зрения философии ГО речь идет о том, чтобы положить в качестве вертикали какую-то большую идею. Ту идею, которая будет двигать нас вперед, которая будет заряжать наши сердца энергией. И это и есть те самые большие истории, которые нам нужно искать. В качестве примера я хочу привести вам две очень простых иллюстрации из ГО. Первая модель — это модель лобовой конкуренции по принципу win-lose, когда каждый игрок стремится к тому, чтобы получить доминирование на поле. ГО — это игра территориальная. И вы видите, что здесь оба игрока не уступают друг другу, пытаются бороться за центр. Такая стратегия, даже математически уже доказано, проигрывает другим более эффективным моделям. И какие это эффективные модели. С точки зрения ГО мы стремимся не к тому, чтобы раздавить нашего соперника, а к тому, чтобы с ним договориться и поделить территорию со взаимной выгодой. И доказательство этой стратегии нам дал матч искусственного интеллекта с человеком, с чемпионом. Выяснилась очень интересная вещь. Дело в том, что человек стремится к тому, чтобы максимизировать свою выгоду здесь и сейчас. Ему важно иметь конкретное преимущество, на которое он может опереться. Что интересно, что чем больше мы максимизируем нашу выгоду здесь и сейчас, тем сильнее драматически падают наши шансы на победу. И нейросетки, которые играют с человеком, почему они побеждают нас? Они способны к тому, чтобы выигрывать с так называемым zero money, с минимальным перевесом. И именно когда мы снижаем вот это преимущество, когда мы готовы делиться практически пополам, наши шансы на победу максимальны. И вот это один из примеров той философии ГО, о которой я хотел бы сегодня поговорить с нашими уважаемыми спикерами. Потому что я уверен, что ближайшие 20 лет будут определяющие для вообще всей человеческой цивилизации. Нас ждет много трансформаций. И для того, чтобы нам в этих трансформациях не оказаться на обочине истории, нам нужны преобразующие стратегии. Какие-то преобразующие стратегии я бы хотел как раз сегодня обсудить с нашими уважаемыми гостями. Прежде чем я задам вопрос, я попрошу в качестве того, что мы по сути сегодня делаем первый такой клуб стратегический, руководителя, председателя со стороны Международного финансового центра Карат Нематушки Олимбетова поставить один камень на доску нашего представителя московского клуба ответить. Это у нас будет такое начало. Наши дискуссии черные нас начинают, белые отвечают. И можно сказать, что у нас началась с вами игра, потому что ГОИ – это диалог. И вот так вот обычно и ведутся серьезные переговоры. Так это было в древности. Вы можете продолжать играть, если хотите. А мы переходим к нашему первому вопросу. Я хотел его задать Карату Нематовичу. Во-первых, большое спасибо за приглашение выступить у вас и провести этот клуб. Вопрос у меня такой. Игра ГОИ является языком делового общения бизнес-кругов Юго-Восточной Азии. И одна из фундаментальных стратегий развития ГОИ – это стратегия взаимовыгодного дележа территории. И в игре ГОИ, ну я думаю, и в жизни, в ситуации максимальной неопределенности, лучше всего работают решения, которые выглядят как перекресток, в которых много возможностей. Скажите, какие наиболее важные перекрестки вы видите для МФЦА и в целом сейчас в мире, на которые нам нужно было бы делать ставку? Спасибо большое. Михаил, очень глубокий вопрос. Постараюсь максимально коротко ответить. Во-первых, я очень благодарен нашим гостям, сегодняшним панелистам, которых я давно знаю. Сергей Николаевич – человек, который очень много сделал в Казахстане, для Казахстана. И мы продолжаем наше бизнес-сотрудничество. У нас на панельной сессии присутствует один из крупнейших мировых банков China Construction Bank, который тоже любезно согласился. И я думаю, что понятно, исходя из того, что и Михаил рассказывал, и ролик мы смотрели, откуда пришла эта игра к нам в евразийское пространство. Я сразу хотел сказать, что в моем понимании, каждый из нас, кто сейчас слушает, наверное, можно поделить на три больших направления, чтобы сразу понять, как этим заниматься. Одно направление – это профессиональный спорт. То есть люди, так же, как профессиональные шахматисты или профессиональные футболисты, этим надо заниматься. Это спорт мировой, известный хорошо, есть федерации, есть понимание, и есть чемпионы мира, непревзойденные мастера. И, как правило, это развито в трех странах – это Китай, Япония и Южная Корея. То есть каждого этой страны своя школа, и вы понимаете, что есть свои традиции, многотысячелетний способ мышления. И вот есть такой вид спорта. Как сказал Михаил, есть еще подключение искусственного интеллекта, которая есть, вы знаете, программу Альфа-Го, которая победила чемпиона мира человека. Потом создали программу другую, которая победила эту программу Альфа-Го. В общем, вроде бы, людям больше делать нечего. Но, тем не менее, я считаю, что вот это как бы одна категория. Есть вторая категория. Я считаю, что здесь всем должно быть интересно. Это дети. И вот что интересно вам сказал Михаил, я думаю, что вот с одной стороны, обычный спорт, на мой взгляд, воспитывает, ну, как бы, и командное там какое-то чувство. Но, как правило, спорт – это соперничество. Мы должны победить, задавить, там, и, ну, как бы, это игра с нулевой суммой, да, то, что называется. То есть кто-то должен выиграть, кто-то должен проиграть. Мне кажется, если с молодого возраста все-таки понимать более глубокую философию, да, что, ну, как бы, как минимум нужно делиться успехом, там, да, командно работать, понимать оппонента, да, я думаю, что это убережет наших детей от многих стрессов, которые они в жизни и так испытывают. Вот это, как бы, еще одно направление. Ну, и третье направление – это уже для нас с вами. Может быть, мы не станем чемпионом мира. Может быть, мы не сможем даже победить, там, своих ближайших друзей. Но мы приобретем некий, как бы, почерк мышления, да, вот эту глубокую стратегию о том, что как нужно думать, как надо соизмерять, там, амбиции и возможности. И все-таки, как нужно продумывать ситуацию так, чтобы ее разрешение было устойчиво. Можно победить временно и потом, ну, как бы, или выиграть сражение, но проиграть войну, да. То есть здесь очень четко, что нужно понимать. И я думаю, что ГО, которое развивалось несколько тысяч лет в мире, и учит этому очень хорошо. Я крайне настойчиво рекомендую познакомиться с Михаилом. Благодаря некоторым жизненным обстоятельствам он провел несколько месяцев с нами здесь. Здесь, по сути, помогает основать многие движения ГО и спортивного направления. Но за что я особенно признателен, что именно вот это вот направление мышления бизнес-лидеров, когда, по сути, можно там за игрой в ГО провести переговоры или сказать друг другу что-то, что не хочется говорить там вербально, да. Это тоже, ну, очень хороший способ. Михаил написал очень много книг. Они есть на русском языке, очень доступны. И они как бы соизмеряют не просто саму игру, но с текущими политическими процессами, с историей нашей, с историей военной. Я думаю, что это очень интересно. Теперь переходя уже к конкретным вопросам. Причем тут МФЦА, да. Вот меня уже все три дня спрашивают, когда я выступаю на конференции по образованию или на конференции там по инвестициям. Вот я бы хотел вернуться к вопросу про перекрестки. Как вы видели, что очень важно мыслить, наверное, не так называемыми клеточными технологиями или там позицией, когда ты вот заперт там в какой-то ситуации, закрываешься изнутри там или там. А все-таки быть такого рода перекрестком. Это очень сильно напоминает сегодняшнюю локацию нашу, как Казахстану, геополитическую. То есть мы всегда говорили про нашу многовекторную политику. И вроде так у нас и хорошо получалось и привлечь инвестиции. Мы дружим и с Западом. У нас исторические и культурные отношения с Россией. Мы наладили отношения с Китаем только за 30 лет. Я думаю, что это очень хорошее достижение. Но нынешняя ситуация, она вообще заставляет нас по-другому посмотреть на именно разницу между клеткой и перекрестком, как разницу между закрытой системой и, назовем ее, полуоткрытой или открытой системой. Перекресток – это возможность прийти с четырех сторон. А может быть в 3D и еще больше. Поэтому для нас очень важно, мы сейчас видим, что есть определенные, как на ближайшие 20 лет, конкретные мегатренды, которые будут превалировать в нашей жизни. Первый мегатренд – это геополитическое противостояние. То есть тот мир, который мы верили 30 лет назад, когда вроде там был по фукуями конец истории, и там как-то все должно было по-другому двигаться, сегодня все равно мы видим, что есть и были процессы глобализации. Кстати говоря, 30 лет мы получаем все преимущества глобализации, то есть подключение к глобальным технологиям, выход на глобальные рынки, возможность играть по глобальным правилам игры. И мы, как Казахстан, получили от этого много, и все, что сейчас мы имеем, это такая хорошая возможность. А с другой стороны, все это время обратный тренд на регионализацию, или деглобализацию, на блоковые противостояния, на торговые союзы, торговые войны. Все это мы видим каждый день. И я думаю, что понятно, что каждая страна хочет максимально максимизировать свою позицию. Здесь я хотел вернуться к теории игр. Вот есть игра с нулевой суммой, то, что было на слайде, win-lose. То есть кто-то обязательно должен победить. Вот когда вот сейчас мы видим противостояние. Но я думаю, что потихоньку все равно это мышление должно приводить, к диалогу, к переговорам, к договоренностям. Поскольку все равно мы должны жить в мире, который живет по каким-то правилам игры, по каким-то неписанным правилам, по каким-то договоренностям. И я думаю, что мы к этому будем идти, но время будет непростое. Поэтому позиция руководства Казахстана, которая выражается, видели все выступления президента на Санкт-Петербургском форуме. Я бы хотел обратить внимание на его выступление на форуме катарском экономическом, когда лидерство заключается как раз в том, что Казахстан, во-первых, последовательно придерживается этих правил взаимоотношения, своего союзничества, своих торговых соглашений. И с другой стороны, как бы подчеркиваю, что у нас есть свое мнение, у нас есть своя политика, у нас есть независимая внешняя и внутренняя политика, и мы будем этого придерживаться. И это как раз позволяет в нашем перекрестке получить огромные возможности сейчас. Сейчас, казалось бы, здесь сложились определенные геополитические обстоятельства, которые позволяют Казахстану быть не только транспортным хабом, в прежнем смысле, как Европа и Китай через нас что-то провозили, и через Россию, например. А сегодня это и работает в обратную сторону. То есть можем помогать всем странам в плане энергетической безопасности. Это касается поставки нефти и газа, и не только казахстанской нефти и газа. Как мы сейчас рассматривали на сессии по энергетической безопасности, есть масса других возможностей. Это продовольственная безопасность, это логистическая безопасность, транспортная. И Казахстан становится сердцем, хабом региона во всех этих измерениях. Я думаю, что для того, чтобы им быть, нужно быть таким нейтральным и нужно понимать интересы каждой стороны, которая, соответственно, влияет на процесс. Здесь, надо называть вещи своими именами, мы партнеры со всеми, как в глобальной торговле и с Европейским Союзом, Россией, Китаем, Великобританией, Соединенными Штатами, и мы Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком, и мы хотим оставаться такими надежными партнерами, которые играют по согласованным правилам игры. Еще раз хочу вернуться к тезису про win или gain-gain. То есть в игре нужно понимать, что все должны получать какие-то преимущества. Тогда вы показываете уважение к своему партнеру, и, соответственно, ваши отношения являются устойчивыми, и они могут сопротивляться любым шокам, которые мы еще увидим. А это не только геополитическая напряженность, это и прямо четвертая технологическая революция, это и появление искусственного интеллекта, это серьезные изменения, в том числе и социальных настроений. Поэтому очень много вызовов для любого государства. Главное – ввести взвешенную политику. Я думаю, что ГОО в этом поможет. Мы договорились с нашими партнерами, что мы в следующем году проведем совместный кубок Евразии с рабочим названием условным. И мы хотим организовать стратегический клуб, в который приглашаем вас всех вступить. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Карат Нематович. ГОО в Китае называется Вей Ци, и Китай демонстрировал исторически очень интересные примеры таких стратегий, которые относятся к классу преобразующих. В качестве одной иллюстрации я вам расскажу такой пример, когда Китай осваивал, открывал новые, неизведанные для себя страны, территории, то туда плавал флот так называемых кораблей-сокровищниц. Приезжал этот корабль-сокровищница, разгружался в порту, оставлял самые высшие достижения на тот момент китайской технологии и культуры – это фарфор, шелк, бумагу, и уезжал дальше. Идея была в том, чтобы поделиться лучшим, что было в тот момент у Китая, и развивать окружающий мир, тем самым потом и развиваясь вместе с ним. И я хочу передать слово нашему уважаемому гостю, главному исполнительному директору China Construction Bank в Ранчастана, господину Ван Цунхуа. И вопрос у меня к вам такой. Поделитесь, пожалуйста, вашим видением философии Вей Ци и находит ли эта философия отражение в стратегии развития бизнеса. Я знаю, что у вас очень интересная презентация. Включите нам, пожалуйста, вторую презентацию. Большое спасибо. Всем доброе утро. Вы знаете, до этого я выступал, не выступал перед таким большим количеством людей. Я думаю, мой сын выступил бы лучше сегодня, потому что он 10 лет назад, когда ему было 6 лет, он уже добился хороших высот. И для меня язык и сама игра, скажем так, это не мои профессиональные компетенции, но в любом случае я хочу поблагодарить всех вас за приглашение. Большое спасибо управляющему МФЦА господину Келембитову. Большое спасибо господину Горькову. Я думаю, что тема нашей сегодняшней встречи, а также все темы, которые обсуждаются сейчас, и слова господина Тукаева, дают нам возможность представить всю ответственность, представить экономическую ситуацию, которая происходит во всем мире, в Казахстане. И поэтому я думаю, что сегодня действительно темы все взаимосвязанные отражаются и являются очень значимыми. Для меня Вей Ци, наименование этой игры, я вот сейчас на слайде представлю, давайте я расскажу о наименовании. Вы видите картинку, вы видите двух таких мудрых мужчин, которые играют в игру, и название Гу, это уже, скажем так, заимствованное иностранное имя. На китайском эта игра называлась по-разному. Вы видите первый китайский иероглиф и второй китайский иероглиф. И в древнем Китае, когда мы играли в эту игру, люди играли через игру, то есть не говорили, а именно выражали свой разговор, свои идеи через игру. А второй уже иероглиф, давайте посмотрим, вот у нас есть там Чи, это значит, как, скажем так, шахматы, а второй, вторая часть означает доска, то есть вот это тоже наименование этой игры. Пожалуйста, дальше, следующий слайд. Далее, касательно игры и правил, я думаю, уже правила этой игры объяснили. Мы знаем, что здесь есть двое игроков, 361 клетка, черная и белая, и тот человек, который захватит большую территорию на данной доске для игры, тот и выигрывает. Следующий слайд, пожалуйста. Сейчас я хочу вам рассказать о происхождении, об истории, потому что это китайская игра, древнекитайская игра. Эта игра возникла 4300 лет назад. Была игра сама изобретена известным китайским оператором, его звали Яо. И зачем, или почему он изобрел эту игру? Потому что его сын Дан Чжу был очень такой, скажем так, темпераментный, нетерпеливый, непослушный. И император изобрел эту игру для того, чтобы его сын научился какой-то стабильности, научился устойчивости, обучился терпению. И вот на этом слайде вы видите картинку. Далее, как уже было представлено, эта игра включает в себя много стратегического мышления, а также отражает мудрость и этику человека. Следующий слайд. И здесь, на этом слайде, я хочу представить вам двое известные китайские пословицы или слова, которые говорят о том... Вот первое, да, написано на китайском, китайскими иероглифами. На китайском это звучит так. А значит, эксперт или специалист будет хорошим, когда он будет сфокусирован на мыслях оппонента или противника. То есть, иногда мы можем узнать больше о движениях и о следующих шагах наших противников, если мы будем внимательно изучать то, как они ведут себя. И вторая пословица звучит следующим образом и означает она, когда вы разрабатываете какой-то план или стратегию, если вы не можете охватить всю ситуацию, то значит, вы не сможете охватить какую-то одну малую область. То есть, идея нужно следить за всей полной ситуацией. Все эти две пословицы, они отражают стратегическое мышление и философию игры в яйцей. Следующий слайд. В реальной жизни, в практике я хотел бы вам привести три примера. Первый пример это программа инициатива «Зеленый путь», «Зеленый пояс». Ну, это мы знаем, что это как бы повторение древнего «Шелкового пути». Сейчас Китай хочет не только улучшить инфраструктуру, транспортную инфраструктуру, финансовую инфраструктуру, не только в своей стране, но и во всех странах, которые ранее лежали на пути «Шелкового пути». То есть, мы сейчас проводим различные инвестиционные проекты, и благодаря этим проектам мы видим, что развивается экономика всех стран, которые вовлечены в эту инициативу, а также, конечно же, и благосостояние Китая благодаря этой партнерской сети улучшается. В этом и состоит стратегия или философия Вей Ци. Второй пример, который представлен здесь на слайде, и МФЦА, данная платформа была разработана очень хорошо, то есть, это юрисдикция, это специальная политика, и я думаю, что МФЦА привлекает также инвестиции со всего мира, мы видим совершенно иную экономическую структуру, мы видим, повышается экономическая деятельность в Казахстане благодаря деятельности МФЦА, мы также видим, что это хорошее преимущество не только для Казахстана, но и для всех других центрально-азиатских стран, поэтому я думаю, что МФЦА это тоже хорошая стратегия, и также в МФЦА лежит или отражается стратегия или философия игры в Айтси, наш банк также является одним из основных участников МФЦА, и третий пример я хочу вам показать в этой системе, это платформа CCB Match Plus, это онлайн-система, которая была разработана нашим банком CCB, эта платформа действует по всему миру, и любой клиент может зарегистрироваться на данной платформе, клиенты могут выпускать свои продукты, представлять свои услуги, а также, если другие клиенты, у каких-то других клиентов есть какой-то спрос на те или иные продукты, товары, либо услуги, они могут найти поставщиков, и благодаря этому провести любую транзакцию, любую сделку. Данная платформа является преимуществом для всех клиентов по всему миру, и мы CCB также можем предоставить свои финансовые услуги, поэтому я предлагаю, приглашаю всех, пожалуйста, попробуйте, зарегистрируйтесь на данной платформе CCB Match Plus, вы можете найти различные продукты, которые производятся в Китае, а также по всему миру. Пожалуйста, следующий слайд. Касательно филиала CCB в Астане, я хочу представить вам последующие стратегии, которые мы запланировали на следующие последующие годы. Мы предоставляем финансовые услуги для местных компаний, для иностранных компаний в Казахстане, для компаний из других центрально-азиатских стран. Что мы планируем? Мы планируем продвигать взаимосвязь Китая с другими странами, особенно когда мы говорим о центре RMB. Мы обосновали RMB центр в МФЦА. Мы также взаимодействуем с биржей МФЦА, предоставляем свои услуги на депозитарии и последнее мы также берем на себя социальную ответственность. Мы заявляем о предоставлении зеленого финансирования, проводим различные другие мероприятия. То есть это вот небольшое, скажем так, вступление о том, что философия Вейтси, как она отражается в стратегии нашего банка. Большое спасибо вам. Следующий вопрос будет к нашему гостю из России, генеральному директору, председателю управления Росгеологии Сергею Николаевичу Горькову. Я знаю, господин Ван Цунхуа, возможно, тоже должен будет чуть раньше идти, тогда вы по своему графику можете уйти, когда вам будет нужно. Вопрос у меня такой, Сергей Николаевич, к вам. Последние несколько лет они выглядят как такой налет черных лебедей на наше скромное озеро и гавань спокойную. И это, наверное, уникальное время по накалу кризисных и неожиданных событий турбулентных. Я знаю, что вы являетесь автором новаторского подхода к стратегии, который вы применяете в бизнесе, в развитии компании. По выходу из кризиса вы называете такой подход мультимодальной стратегии. И я знаю, что важные инсайты по изобретению этой стратегии вы нашли и в игре ГО. У вас был очень необычный, насколько мне известно, такой путь знакомства с этой игрой. Как раз вы искали ответы на вопросы как развивать бизнес. И Генри Киссинджер вас познакомил с ГО. И я хотел задать два вопроса. Возможно, вы прокомментируете что-то, что говорили наши предыдущие. ораторы. И вопрос такой основной. Как научиться действовать и мыслить мультимодально? во-первых, я хотел благодарить Карат Дематовичу. Он ушел, но понятно, что он сегодня принимает всех гостей. И у него действительно очень сложный день за возможность выступить на этой сессии, поучаствовать в этой сессии. Во-вторых, хотел быть организатором за то, что мы ее организовали и всех вас за то, что вы пришли. Потому что тот интерес, который вы сейчас проявляете, я уверен, достоин и очень важен будет для вашей жизни, как стал в моей жизни и многих других людей. Поэтому я с вами хотел, наверное, поделиться, почему ГО, для чего ГО и почему, кстати, в Казахстане ГО может иметь большее даже значение и возможно развитие, чем в других странах, включая к примеру Россию. Во-первых, я хотел бы попросить вас вернуться в 1906 год и вспомнить статью Альберта Эйнштейна, который первый написал в 1906 году и издает первую статью, которая потом в теории относительности становится, формируется. И он пишет такую фразу, в которой мы про теорию относительности что-то знаем с точки формулы, а вот эту фразу мы забыли, что неопределенность есть условия, стандартные условия современного мира. Ничего вам не напоминает 1906 год и сейчас. Действительно начало века, у меня есть такая лекция, в которой мы рассказываем, что было в начале века, какие технологические изменения 20 века, изменения технологические в 21 веке, вы обнаружите 20 век, начало, было намного неопределенней и намного динамичнее, чем изменения в 21 веке. Если мы возьмем за период примерно за 15-20 даже лет. И тогда, когда в этой статье он говорил, он жил в этих изменениях, как мы сейчас с вами живем и считаем наш мир очень изменчивым. Но хочу сказать, что в мировом истории очень много таких было в периодах и в китайской истории семи царствования и в европейской истории много было таких историй. И неопределенность становится действительно важным свойством современного мира, стандартным. Я бы сказал, не важным, а просто стандартным. Мы с вами не можем четко, если до 20-го года мы считали, что мы с вами можем определять кризисы, но вообще до 2008-го года, когда кризис первой черной лебеди, когда Анасим Талиб написал книгу про черный лебедь, кризис, и все считали, ах, какое это достижение. В 2008-м году мы с вами живем в неопределенности, когда черные лебеди могут прилетать с разных сторон. И эта неопределенность важнейшее свойство, еще раз, важнейшее и просто стандартное свойство современного мира. Теперь мы, наверное, эту фразу, может быть, мы недооценили в 2008-м году, но, по-моему, 20-й и 22-й год уже концептуально нас к этому приблизу. Теперь возникает вопрос, а что с этим делать и как с этим бороться, потому что, если никто не знает, что точно, как можно определять эту неопределенность, и теория вероятности, да, вот, понимаем, да, она очень тоже связана с этим, почему я Эльберту Айнштейну здесь приведу в пример. И самое интересное, что мир и 3000 лет назад жил в такой же неопределенности, а может даже и больше, потому что тогда точно не умели предсказать погоду, мы с вами хоть как-то сейчас можем, не могли предсказать какие-то тренды, неопределенность тогда была выше на порядок, выше на порядок, да, мы понимаем, что люди, в принципе, ходили к гадалке или ходили для определения даже погоды на завтра или там, не знаю, удачного замужества, но сейчас все равно ходят, наверное, потому что эта неопределенность вообще очень сложная, ее определить вообще невозможно, но, тем не менее, тогда и возникла и глагол, понимаете, потому что, когда у вас семицарствование, вот хороший ролик, когда неопределенность, умноженная на семь, да, когда вам, вы начали войну, вам в спину, там, может быть, совершенно другое царство, быстро сформироваться в союз, и это происходило очень быстро, тогда ГОИ возникает, да, потому что неопределенность нужно было как-то сезематизировать, как-то определить, и игра ГО, тогда не было компьютеров, коллеги, да, в общем, это, я считаю, первый компьютер в мире, который, в общем, как-то смоделировал эту историю, потому что шахматы не могут смоделировать это, они могут смоделировать одно сражение, причем сражение действительно жесткое, не имеющее, кто-то должен погибнуть, да, в шахматах, все-таки в ГОИ никто не погибает, в этом смысле, это история, которая, и мир-то, в общем, не погибает, он всегда изменяется, да, он не погибает, поэтому мультимодальная стратегия, так, автором, который я являюсь в бизнесе, говорит о том же, что нельзя думать одна моментна, одна векторна, поэтому, коллеги, все, что учили у вас в бизнес-школах, о том, что есть лучше бизнес, лучше сценарий, худший сценарий, все абсолютно провалилось, потому что нет одного сценария, сценарий много, вот вопрос, как между этими сценариями изменяться, и в какие должны быть точки бифуркации, я их называю, по изменению этих сценариев, это важнейшая часть, в принципе, мультимодальной стратегии, и Го, которое я не считаю, что нужно хорошо иметь играть в Го, это все-таки вопрос, я согласен с Каратом Аниматовичем, что это отдельная совершенно, ну, отдельная вообще планета, я бы сказал, но очень важно каждому бизнесмену, или CEO, к примеру, и мы проповедуем этот концепт, знать в принципе и уметь в принципе в нее понимать, как она устроена, хотя бы не играть, но понимать, и иногда играть, тогда это формирует у вас мультимодальность, как основной мыслительный процесс, еще раз, нельзя мыслить одномодально, я думаю, что вот когда в 2014 году я написал свою теорию, мне говорили, ну, это какая-то странность, потому что, ну, как можно мыслить мультимодально, вот нужно, знаете, один сценарий, и вперед, вот вам, ну, и вот 20-й год полностью, это все стоит, свою проверку, и не только из-за, из неожиданного лебедя, который появился, но из-за того, что, как ты не думай, в одной линии поведения, она может быть совершенно уничтожена, да, причем уничтожена в течение, ну, буквально месяца, два, три, поэтому мультимодальность, еще раз, еще раз, неопределенность свойств современного мира, мультимодальность, это основа, как можно этот современный неопределенность, все-таки покрывать в какой-то конструкции, соответственно, это вопрос перекрестков, и это свойство, как раз присущее игре в ГО, поэтому я, ну, вступаю как проповедник игре, с одной стороны, с другой стороны, как человек, который, ну, наверное, мне в последнее время присвоили такой принцип звания антикризисного менеджера я все время занимаюсь достаточно сложными кейсами с точки зрения бизнеса и могу сказать, что и стратегия веба, которую я вытаскивал в сложной ситуации Росгеологии, все построено на принципах ГОИ в общем показывает свой результат даже несмотря на все кризисные и сказалось бы нерассчитываемые ситуации, в которых нельзя выйти, то есть нельзя было посчитать как можно выйти из этих ситуаций математический ответ был отрицательный, практически позитивный как это достичь? просто нужно играть в ГОИ знать эти принципы и это поможет не только вопрос общения это поможет вам подниматься на той ситуации, которая есть еще раз мыслить мультимодально смотреть на те сценарии в комплексе смотреть на те точки бифуркации в которые вам нужно сценарии менять самое главное их менять принимать вовремя решения и тогда вы будете всегда находиться впереди ситуации какая бы она ни была а потом он будет говорить да нет, вам просто везет ему просто везет дай бог, пусть везет но в этом есть основная вещь которая основана вот на этой игре и эти принципы как ни странно заложены 4,5 тысячи лет назад и они работают в современном мире почему? еще раз возвращаюсь потому что неопределенно 4,5 тысячи лет назад было значительно больше и значительно мощнее чем сейчас и тогда именно эта игра попыталась эти противоречия и мультимодальность определить поэтому играйте любите го я надеюсь что та договоренность которую мы достигли создание делового клуба здесь именно в финансовом центре и это очень важно потому что сама себе атмосфера сама по себе мне кажется вот ментальная ситуация такая вполне новые технологии в том числе она способствует финансовый центр способствует здесь создание такой атмосферы ну и тот международный кубок который я думаю мы проведем через год в этих стенах послужит такому движению вперед и так как Казахстан это всегда большая часть шелкового пути до основы Китая все-таки мы сейчас с вами убедил мне кажется у вас коллега с China Construction Bank о том что это да часть китайской истории я очень применял в своей практике много в общении как раз с крупнейшими китайскими банками и компаниями принципа игры ГО я могу сказать что мне удалось достичь самое максимальное привлечение средств которое удалось подписывать было 18 миллиардов долларов это не маленькая сумма согласитесь для одного соглашения и они тоже были построены на принципах это конечно же еще и принцип взаимодействия с нашим большим общим партнером так как Казахстан находится еще раз на середине шелкового пути очень много общего и мне кажется в Казахстане есть такая философская основа принять эту игру больше чем другие страны еще кроме прочего нам здесь и помогает и мешает шахматы потому что они носят другой принцип принцип достижения цели принцип борьбы принцип так скажем как раз доминатного такого положения поэтому ну мне кажется мы всегда спорим вот седательной федерацией международный шахмат о том ну решили теперь не спорить и говорить давайте это просто как ини-яни разной стороны жизни есть активная позиция а есть такая философская мы за философскую позицию поэтому рады будем вас наверное видеть здесь кубе и будем надеяться что наш такой кубок совместный которому придем через год создаст такую хорошую в том числе и возможность продвижения казахстана вот в го рынке в го мире который сейчас конечно в основном базируется Корея Китай Япония да оно кстати присоединяется в другие страны Индонезия Вьетнам и так далее мне кажется это такое место в философском клубе поэтому you welcome в наш клуб го и рады будем видеть вас и рады будем обсуждать и я думаю что сегодня будет мастер-класс наверное сможет сможет Михаил да показать ну и обращаю внимание на книгу Михаила действительно отличная книга которая рассказывает про стратегию го и где ее можно использовать к нам сегодня подключился ученый профессор Александр Горбань из университета Лестера он директор центра искусственного интеллекта университета и вместе с ним мы разрабатывали такую необычную историю как программа которая играет в паре с человеком это искусственный интеллект который помогает человеку играть в го дело в том что мы не можем победить искусственный интеллект но мы можем сделать искусственный интеллект нашим помощником вот я знаю Сергей тестировал такую программу на чемпионате мира ему понравилось и Александр я передаю вам слово мой вопрос к вам такой скажите пожалуйста какие ключевые тренды в развитии этой технологии технологии искусственного интеллекта вы видите как ученый и как на ваш взгляд выстраивать вин-вин стратегию взаимодействия с искусственным интеллектом здравствуйте спасибо большое за приглашение я сейчас подключу свою презентацию и простите видно да 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 все видно спасибо рестается нет не рестается простите буквально секундная задержка вот так видно полный экран да полный экран рестается да все верно отлично значит у меня такое краткое сообщение из нескольких маленьких сообщений и я буду очень рад если вы будете разгадывать лежащие за этим принципы созвучно игре го на что я конечно очень рассчитываю и так сосуществование с искусственным интеллектом уже даже в этом заголовке есть элементы не схватка не эксплуатации существования как со всякой новой техникой мы должны научиться ну она осваивает нас мы подчиняемся ей она подчиняется нам это возникает такое сосуществование всегда начиная с приручения коня которое дало образ кентавра но пока пойдем по истории более близкой 50 60 лет назад один из классиков искусственного интеллекта Марвин Минский предполагал что через 10 лет то есть в 70 году уже искусственный интеллект будет находиться вот он был сказал я верю что мы находимся на пороге эпохи в которой будет очень велико влияние машин для решения интеллектуальных задач весьма возможно что они будут доминировать он предсказывал это вот и так и да не через 10 лет но через 60 лет время идет не так как мы видим в мечтах но мы так и приближаемся к этой эпохе однако основная проблема которая тормозила и тормозит и будет тормозить использование искусственного интеллекта для решения важных задач это ошибки в системах человек искусственный интеллект уже несколько раз накопление вот опыта этих ошибок останавливало внедрение искусственного интеллекта в практику доступала так называемая зима искусственного интеллекта а и тут чего не хватало не хватало ориентации не на полную безошибочность ошибки будут всегда а с ними надо учиться работать нам нужно рассматривать каждую ошибку как ступеньку на пути к небу если мне позволится аналогия с год ошибка это не путь вниз а ошибка это ступенька и главное как их обрабатывать и вот это лейтмотив сегодняшнего развития но давайте что мы должны мы должны понимать возможности и ограничения модифицировать наши ну чтобы сосуществовать модифицировать наши задачи и проблемы для успешного решения с помощью искусственного интеллекта уметь взаимодействовать с ним совместно планировать и взаимно корректировать действия вот пожалуй вот что чему мы должны научиться и чего без нас делать нельзя сказать там нет решения по кнопке что мы пришли нажали кнопку и все заработало а вот нужно научиться вот это нужно реструктурировать деятельность освоить в каком-то смысле быть готовым к неожиданным решениям быть готовым что мир не только не определен но это но неопределенность наступает на нас в виде слабых сигналов и мы должны разгадывать слабые сигналы и действовать по ним а не просто давить всей силой и так далее вот это о возможности модификация медлиной модели но на самом деле история всегда ключ к настоящему посмотрим что было в 56 году 10 классиков собрались в дармуте и создали 2 направления аккуратные и невязчивые что это значит что такое 2 направления в искусственном интеллекте Джон Маккарти был лидер аккуратных и Марвин Минский лидер в невязчивых аккуратные это и основанные на знаниях если идти совсем далеко в историю и понимать что нужно увидеть что такое в самом простом в самом примитивном виде вот это и основанные знания это просто справочник продвинутый замечательный автоматизированный но он просто собирает знания которые уже имеются и дает нам в доступном виде а искусственное основание на данных было такое конечно было это статистика цель статистики заключается в представлении фактов наиболее сжатой форме это определение где 200 лет назад ну так и было только сейчас это не просто графики гистограммы а это системы принятия решения то что нам дает искусственный интеллект основанные на данных вспышку которого мы наблюдаем мне страшно нравится народное определение всего этого дела безнарода таксист стажер и академии ученый значит изучаешь как а связано с б но это это просто стажер академии ехал на такси много лет назад и таксист ему так сказал да конечно искусственное основание на данных и изучает как а связано с б только а и б могут быть очень сложными то есть вопросы например а предложение на русском языке б перевод его на другой язык коллекция текстов пожалуйста ну как это все оцифровать в какой форме искать масса вопросов это технологические вопросы другой вопрос а ситуация на русском б выбор хода как оценить качество как оцифровать для машинного обучения и так далее больше вот пять таких вопросов как нацифровать в какой форме искать зависимость как оценить качество найденного решения и где взять данные когда мы это решили мы можем строить искусственный интеллект основанный на данных так самым вот тем самым я как бы представил какие бывают искусственные интеллекты очень кратко моя задача в этом кратком пассаже сладень к некоим демистификациям искусственный интеллект это то что выросло из того что было из 100 и 200 лет назад выросло если вы умели видеть слабые сигналы мы могли сказать о вот здесь будет а некоторые видели 50 лет назад 100 лет назад некоторые методы искусственного интеллекта возникли до компьютеров деревья решений это вообще очень древний метод например а вот вопрос но есть два вопроса за счет искусственного интеллекта наивнее кто умнее человек или искусственный интеллект а второй вопрос а вообще это интеллект или ли ну вот такая Для каждого искусственного интеллекта есть свой микромир. А в целом, ну, вопрос некорректен. В своем микромире человек более мощен. Ну и трактор сильнее, чем человек. А вот является ли искусственным интеллектом интеллектом, тут, возможно, разные трактовки. Был такой тест Тюринг. Диалог через ШИМ, ШИМа, кто там, человек или искусственный интеллект. Это фактическое общение. Но это еще не интеллект. А где появляется интеллект? А интеллект появляется... Ну вот, тут я пропущу дискуссию. И сразу обращусь к вопросу к последнему. Тесты на совместную деятельность. И только пройдя тесты на совместную деятельность, ИИ может доказать, что он искусственный, что он интеллект. И человек может продемонстрировать, что он интеллект. Вот искусственный интеллект-агенты уже учат друг друга, в частности, в ИГРНГ, но и не только. В системах безопасности и так далее. Но включаясь в кооперацию, человек построит все более сложные конструкции. Работы с миром, работы с искусственным интеллектом. И безопасную, но все-таки блестящую возможность дает ИГРАГО. Игры. В ИГРЕ... Вот там уже есть мощный искусственный интеллект. В микромире ИГРЕ... Мир ИГРГО, он все же микромир. И в микромире ИГРЕГО, мы можем учиться использовать искусственный интеллект. Что это значит? Это значит, что мы должны как-то делить ответственность и делить функции. Начинающий игрок может играть с искусственным интеллектом. Мы можем делить инициативу хода и оценку хода. И много что еще. Мы можем порождать такие кентавры совместной деятельности человека и искусственного интеллекта, которые потенциально очень сильны. Вот в частности, начиная на чемпионаты мира, вот такие взаимодействующие системы обыграли. Ну, правда, не самый большой интеллект, не самую большую искусственную систему, но так соразмерную систему. Но цифровые кентавры обыгрывают и сильнее, чем отдельные элементы. Итак, что это такое? Это системы не просто искусственных интеллект решают задачу. Не просто человек решает задачу. Они совмещают, разделяя функции, они совмещают и возможности решают задачи. Ну, и в основном, нужно сказать, что машины уже везде, компьютеры везде и искусственный интеллект будет везде. Особенно там, где придется переформировать решения, основанные на анализе скрытых взаимосвязей, в больших наборах многомерных данных. Там, где есть неопределенность, там, где приходится действовать по слабым сигналам. Вот, собственно, и все, что я хотел... А, да, ну, вот это такое-то, неважно. Все, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо. Александр, большое спасибо. Вы нас не утешили. Искусственный интеллект будет везде. Вот, поэтому нам нужно к этому готовиться. Я хотел передать в завершение заключительное слово нашему, одному из наших важных участников клуба ГО, Кайрату Калиеву. И мы после этого закончим нашу встречу. И, да, я, наверное, единственное, что хочу сказать, это слова благодарности. В первую очередь, Сергей Николаевич, что приехали, поддержали. Я знаю, что вы очень активно поддерживаете ГО в России. И мы надеемся на вашу поддержку по развитию ГО в Казахстане. Михаилу за организацию. Очень интересная сессия. Всегда очень глубокий философский подход. И я думаю, что... Ну, вот, сегодня много говорили про книгу. На самом деле, книга, которая, последнее издание, она на всех... Я вот всем рекомендую почитать, потому что она помогает действительно понять философию ГО. То есть не просто, как практично, да, там, тренироваться с помощью ГО или что-то еще, а вот именно посмотреть на философию. И я думаю, что это очень такой, как раз, основной глубокий смысл того, почему нужно заниматься ГО. Да, Кайрат скажет вам, где взять электронную версию. Для всех желающих можно будет предоставить. Там есть какие-то условия, наверное, подписаться на клуб ГО. Но это, в общем, обращайтесь. Условия вообще такие простые. У нас мы, как бы, стараемся сейчас спопуляризировать ГО в Казахстане. Поэтому хотел вот пригласить всех. Мы есть в соцсетях, нас можно легко найти, GoFederation.kz. И там и книги, и мы встречи проводим. И Михаил очень активно помогает нам в развитии. Также хотел поблагодарить других участников, и с China Construction Bank, и вот особенно Александра Горбань за то, что, скажем так, дает совершенно с другого угла посмотреть на эту игру. То есть это, я считаю, что вот если задуматься, то очень интересна вот эта связь. То есть современные технологии, да, искусственный интеллект, который сейчас только набирает обороты, и игра, которая там около пяти тысяч лет назад была, по сути, придумана. И она сейчас имеет очень тесные связи, и вы все знаете, наверное, историю про Альфа ГО, там вот, Картин Матуш тоже говорил, там это Google, то есть поставил перед своими инженерами задачу, именно чтобы они смогли обыграть профессиональных игроков ГО. Но это вот было в 2016 году, то есть все современные истории берут на себя, скажем так, решать челленджи, да, и решать задачи, которые были поставлены несколько тысяч лет назад. Я думаю, есть в этом своя некоторая ирония. Поэтому всем хочу пожелать изучать ГО и развиваться, скажем так, и изучать эту философию. Спасибо большое, спасибо, что пришли. И все желающие, еще раз повторяю, у кого есть время, можете остаться, мы для вас проведем небольшой мастер-класс. У нас есть буквально 20 минут, после чего нам надо будет закончить, освободить этот зал. Большое спасибо.